Теперь, просто два слова о дальнейшем, что сегодня произошло. Мы доказали, что как только есть неприводимые многочлены над каким-то полем, так возникает вот этот объект. Мы поняли, что такое алгебраическое число. Алгебраическое число это на самом деле вот такая конструкция. Это факторизация кольца многочленов по главному идеалу, порожденному неприводимым многочленом над этим полем. И мы должны будем в ближайшей следующей лекции понять, какое отношение к этому имеет слово автоморфизм. А именно, вот когда у вас есть корень из двух, то есть такая замечательная операция, которая корень из двух переводит в минус в том числе. Когда во всех выражениях вы вместо корня из двух пишите минус в двух. Сегодня уже изучал переход к сопряженному числу. Когда квадратное уравнение, то все просто. Вы перед корнем ставите минус и все замечательно. Но, вот давайте посмотрим, какое кольцо множество рациональных чисел, а к нему добавим корень из двух и к нему добавим корень из трех. Вот смотрите, какое это забавное множество. Это числа вида А плюс Б корней из двух, плюс С корней из трех, плюс Д корней из шести, где А, Б, С, Д это рациональные числа. А, Б, С, Д это рациональные числа. Понимаете? Так вот, у этого множество автоморфизмов вовсе не один. Смотрите, что вы можете сделать. Вот у вас есть корень из двух, у вас есть корень из трех. Куда они могут перейти? Где вы остались здесь? Девочки, один вариант. Оба останутся на месте. Второй вариант. Перед корнем из двух поменяется, и корнем из трех не поменяется. Еще вариант. Перед корнем из двух поменяем, и корнем из трех тоже поменяем. И еще вариант. Перед корнем из двух не будем менять, а перед корнем из трех меняем. Ребята, вот у этого поля, это называется расширение четвертой степени. У этого поля четыре автоморфизма. Один из них, это замена знака перед корнем из двух, другой замена знака перед корнем из трех. И они в некотором смысле не зависят. То есть их четыре штуки, и вот отдельно смотрим на корень двух, отдельно смотрим на корень из трех. Бывают ситуации гораздо более сложные, когда у вас автоморфизмы хитрее закручены. И вот это нужно будет понять, что такое не в случае просто корней, а что такое в общем случае сопряженное для алгебраического числа. Например, когда вы рассматриваете вот такое поле, рациональные числа, и к ним добавлю кубический корень из двух. Какое число сопряжено с кубическим корнем из двух? Ответ. А никакой. Вообще никакой. В этом поле у него нет сопряженного. Потому что если вы рассматриваете уравнение третьей степени, х-куб равняется двум, то у него в вещественных числах только одно решение. Если вы хотите сопряженных чисел, а вы хотите, вы хотите, чтобы у любого алгебраического числа n-ой степени, n-ой степени, не имя, но иначе, у любого алгебраического числа n-ой степени было бы ровно n сопряженных чисел. Так вот, если вы хотите, чтобы было ровно n сопряженных чисел, то вы вынуждены от вот этого поля обязательно переходить к так называемому нормальному расширению этого поля. А именно, если вас действительно интересует изучение корня из трех, то на самом деле надо изучать не корень из трех, а надо взять и решать вот это уравнение в комплексных числах. То есть, смотрите, надо взять наш корень из трех, да, он нужен, а еще к этому добавить корень из единицы третьей степени. То есть, минус одна вторая плюс корень из трех пополам умножить на 1. Вот это число, которое в кубе равно единица. Когда вы решаете уравнение, то на самом деле на комплексной плоскости уравнение х куб равно 2 имеет 3 точки. А именно, это тот самый любимый лимитический корень, самый обычный вещественный. И еще на таких же расстояниях от начала координат еще 2 точки. Ребята, оказывается, что только изучение вот этих вот трех точек вместе позволяет действительно разобраться. Ну и для любого лимитического числа оказывается есть такое понятие нормальное расширение. Когда вы строите то место, где все его сопряженные есть. Постараюсь это объяснить понятно, но во всяком случае надеюсь, что... Вот, последняя фраза... Господа, скажите мне, пожалуйста, если вот для краткости вот это множество обозначит как бы А, а вот это вот поле обозначит как бы Б. Скажите-ка мне, пожалуйста, так, то есть, контрольный вопрос, вы помните ли вы тут что-нибудь? К чему напомнили? К чему? Нет. Нет? Это сегодня было. Три. Три, конечно. Неужели не помните? Все числа вида А плюс Б храни кубичных из двух умножить, да? Плюс С храни кубичных из четырех. Это корень. Так, отлично. Следующая фраза. Б по А. Это сколько? Какой стекень и вот это ширение надо вот этим будет? Кстати, ребята, вот корень кубический из единицы, это в точности решение вот этого уравнения. Объясняю почему. Потому что х куб минус один, значит, х минус один умножить на х кубичных из х плюс один. Потому что вот это вот и называется кубичный корень единицы. Итак, что такое Б по А? Вы добавили к множеству А? Один веток. Решение квадратного уравнения. Какое это будет в ширине степени? Два. Два крыша. Так. И что такое Б по Фуку? Пять. Нет, не пять. А шесть. Почему шесть? Ну, три умножить на два. Шталь? Три умножить на два. Три умножить на два. Понятно почему? Потому что... Чтобы задать элемент из Б при помощи А, нужно два параметра. Но чтобы задать элемент А на Ту, надо три параметра. Ну, а три умножить на два это? Шесть. Это шесть. Отлично. Значит, ребят, главное, чего сейчас не должно быть, это у вас там должно быть комплексной информационности. Потому что, значит, что такое идеал? Что такое там главный идеал? Уверяю вас, все рано или поздно выучат. Даже те, кого сегодня нет на лекции, все равно когда-нибудь это такая простая вещь из Албина.